Практически год назад на этом месте был только котлован и слабо верила, что дело сдвинется с мёртвой точки. Однако теперь с угла дома на Силкино-46 открывается вид на новое современное здание. Сдать поликлинику должны были в 2021 году, но из-за проблем с подрядчиком сделать это не удалось. Нашли нового. Им стала московская фирма «Инстройпроект». Работы контролируют на самом высоком уровне и еженедельно проводят совещания с представителями ФМБА. Периодически сотрудники агентства приезжают в Саров, чтобы осмотреть стройку лично. Объект посетила Ирина Скворцова, советник отдела капитального строительства и капитального ремонта ФМБА России. Только благодаря упорной ежедневной работе заказчика, подрядчика, администрации, федерального медико-биологического агентства, специально созданного отдела ФМБА, службы технического заказчика, вот только совместной такой плодотворной работой у нас получилось на сегодняшний момент через год иметь вот такой объект, уже видимое здание. Уверенность Игоря Викторовича в том, что все удастся выполнить до конца года, разделяют и другие стороны, задействованные в этом процессе. Безусловно, детская поликлиника является одним из социально наиболее значимых объектов строительства на территории нашего города. Со своей стороны администрация прилагает все необходимые усилия для того, чтобы этот объект строительства был сдан как можно скорее. И на сегодняшний день есть уверенность в том, что благодаря совместным усилиям клинической больницы ФМБА и администрации города Сарова этот объект будет сдан в срок. По всему зданию закончен монолит. На следующей неделе завершат монолитные работы по входному крыльцу. Кладку наружных стен и внутренних перегородок, установку оконных блоков, подведение наружного водопровода и канализации сделали полностью. Идет утепление фасады, готовность 30%. Начинаются работы по устройству внутренних сетей. Кроуль закончат к середине августа. Подрядчики набрали нужный темп, что нам позволяет в большей степени надеяться на то, что строительство будет завершено в срок. Сейчас в настоящий момент параллелятся работы, завозятся люди. Что касается оборудования, запланированного контрактом, оно все остается. Сейчас идет его поиск и закупка. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.